Каждый клиент Сбербанка, у которого есть дети в возрасте от 7 лет и старше, может заказать к основной дебетовой карте дополнительную с целью дать ребенку возможность распоряжаться деньгами. Родитель будет предоставлять ребенку доступ не ко всем деньгам своей карты, а только к части. Например, на карте гражданина хранится 30 000 рублей, он устанавливает месячный лимит для карты ребенка — 2 000 рублей, таким образом в месяц с дополнительной карты можно будет потратить не больше указанной суммы. Установить лимит для дополнительной карты можно при ее получении в офисе, сделать это в режиме онлайн не получится, поэтому родитель должен заранее определиться, какую сумму готов доверить дочери или сыну. Такая родительская инициатива поможет несовершеннолетнему ребенку развить самостоятельность, научиться распоряжаться деньгами, делая розничные покупки в магазинах. При этом родители могут контролировать расходы ребенка, не позволяя ему совершать необдуманные покупки, которые могут ударить по семейному бюджету. Многие клиенты Сбербанка доверили часть своих финансов детям и положительно отзываются о предоставленной банком возможности. Требования к клиенту. Открыть карту для ребенка можно только тогда, когда гражданин имеет оформленную дебетовую карту, классическую золотую платиновую. Не получится оформить данный финансовый продукт к следующим видам карт — молодежная, социальная, неименованная, моментальная. Родителю должно быть от 21 года до 65 лет, также обязательно наличие постоянной или временной прописки на территории Российской Федерации. Чтобы можно было открыть дополнительную карту, сыну или дочери клиента должно быть не меньше семи лет. Клиент не должен быть в черном списке банка, ранее у него не должно быть конфликтных инцидентов с организацией, например, факт невыплаты кредита, которые решились в судебном порядке. Что требуется от родителей. Родителю необходимо подать в ближайшем офисе Сбербанка заявление на получение карты, с собой нужно взять паспорт гражданина Российской Федерации и свидетельство о рождении ребенка. Ознакомив гражданина с условиями пользования пластиком, сотрудник банка предоставит клиенту договор на подпись, в котором будет определен ежемесячный лимит по дополнительной карте. Что нужно от ребенка. Чтобы родитель смог оформить дополнительную карту, его ребенку должно быть от семи до четырнадцати лет. Всю ответственность за пользование пластиком берет на себя родитель, ребенок только формально является владельцем карты, хотя она и является именной, на пластике находится имя и фамилия ребенка. Как раз поэтому данный банковский продукт называется дополнительной картой, а не личной картой малолетнего гражданина. Только с четырнадцати лет, когда ребенок получит паспорт, у него появится возможность оформить личную карту, которая будет иметь отдельный счет. Как получить детскую карту. Как и при получении обычной дебетовой карты, оформление дополнительной карточки начинается с подачи в банк заявления. Делать это должен клиент Сбербанка, родитель, ребенок же по сути вообще не участвует в данной процедуре и его согласие на оформление не требуется. Поэтому его можно не приводить в офис для подачи заявления. Лучше всего обращаться в ближайшее отделение банка, чтобы можно было забрать карту в кратчайшие сроки, когда пластик изготовит, он будет храниться в отделении, где было подано заявление. При желании клиент может во время подачи заявки на получение пластика указать адрес отделения банка, где ему будет удобно забрать карту, но в таком случае на транспортировку может уйти один-два рабочих дня. Оформление заявки на сайте В 2019 году невозможно оформить карту в режиме онлайн. Заявление нужно подавать в любом отделении банка. Чтобы это сделать необходимо принести в офис свидетельство о рождении ребенка и паспорт. Представитель банка примет заявление, оно составляется на специальной бумаге, которая называется анкета заявления, она же является договором, ее предоставит сотрудник. Срок получения карты – от 3 до 14 дней. Пластик делается долго, потому что является именным, нужно время на его изготовление. Активация карты на сайте. Чтобы активировать дополнительную дебетовую карту, необходимо воспользоваться банкоматом. При получении карты гражданин получит конверт с инструкцией для активации, поэтому он может произвести ее самостоятельно. Обычно консультанты в офисе компании предлагают свою помощь в осуществлении процедуры активации, а также по желанию клиента, подключают услугу SMS-уведомления, сообщения обо всех изменениях состояния счета дополнительной карты будут приходить на телефон клиента. Возможности карты для ребенка. Вход в личный кабинет Сбербанк онлайн доступен только родителю, он не может в течение месяца пополнять дополнительную карту, потому что она не имеет отдельного счета. Если пополнить карту ребенка по ее номеру, то все деньги зачислятся на счет родителя, также с дополнительной карты нельзя переводить деньги на другой счет. Лимит карты обновляется первого числа каждого месяца, то есть если установлен лимит – 1000 рублей, а из них за месяц было растрачено 700 рублей, то с первого числа баланс восполнится до 1000 рублей. Чтобы родители могли отслеживать производимые операции по карте, можно подключить к ней услугу SMS-информирования. При помощи банкомата, у представителя в офисе или через Сбербанк онлайн клиент может получить информацию о последних оплаченных картой покупках. Последний вариант информирования самый удобный – нужно зайти в интернет-банкинг, раздел карты и счета, выбрать дополнительную карту и ознакомиться с историей последних платежей. Там же клиент может скачать развернутый отчет за определенный период в формате PDF. Как пользоваться детской картой от Сбербанка условия пользования дополнительной банковской картой почти такие же, как и у любой другой дебетовой карты. Пластик оснащен функцией бесконтактной оплаты покупок на сумму до 1000 рублей, поэтому ребенку не нужно запоминать пин-код. Карта предназначена только для оплаты товаров в магазинах или услуг, например, проезд в общественном транспорте. Пластик можно использовать для оплаты покупок в интернет-магазинах, это действие потребует ввод кода подтверждения из SMS, которое придет на телефон клиента Сбербанка. Привязать к детской карте отдельный номер телефона, чтобы ребенок без ведома родителя мог производить покупки в интернете, нельзя. Бонусы по карте Сбербанка для детей. Бонусная программа «Спасибо» от Сбербанка, которая является альтернативой кэшбеку, не подключается к дополнительной карте. Поэтому копить бонусы ребенок не сможет. Это связано с тем, что пластик, оформляемый для ребенка, по сути не является отдельным финансовым продуктом, карта не имеет своего счета. Можно сказать, что карта для ребенка, это услуга, которую подключает клиент организации для своей дебетовой карты. Сколько стоит детская карта Сбербанка? Стоимость обслуживания дополнительной банковской карты напрямую зависит от типа дебетовой карты клиента. Сам пластик выдается бесплатно, первая оплата обслуживания произойдет автоматически спустя один год с момента получения карты. Таблица содержит информацию, касающуюся годового обслуживания карты для ребенка в первые и последующие годы в зависимости от типа пластика родителя. Преимущества и недостатки детской карты Детская карта Сбербанка – это не новый продукт на финансовом рынке, многие другие организации выпускают аналогичный пластик. Она пользуется спросом прежде всего у тех родителей, которые стремятся научить детей ответственности и привить им самостоятельность. Карта позволяет контролировать, куда именно тратит деньги ребенок, родитель может обратиться к истории платежей и посмотреть информацию о том, в каком магазине и на какую сумму совершил покупку ребенок. Преимущества – приемлемая стоимость годового обслуживания, в личном кабинете отображается история платежей, можно подключить смс-уведомления, можно ограничивать ежемесячных расход денег, карта несет воспитательные функции. Недостатки – нельзя заказать карту для ребенка в режиме онлайн, невозможно подключить карту к программе «Спасибо», чтобы изменить лимит, необходимо обращаться в офис, нельзя установить дневной или недельный лимит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова